Вот этот символ города Магнитогорска сегодня стал пристанищем бомжей. Я не понимаю эту категорию населения. Ну, им же тоже, наверное, работать надо. Они вот заборчики тырят, какая-то пакость, этот металлолом принимает. Ну, значит, востребованные. Так же, как востребованные пластиковые бутылки, в которые потом походу наливают молоко, которое продают на стихийных рынках. Потому что на обыкновенных рынках продавать молочную продукцию-то нельзя. Да вы сами видели, в каком состоянии находится эта тара. Да и тарой-то назвать нельзя. Какое же там молоко? Никакое. Такое же, как и мозги горожан, покупающих быстро портящуюся продукцию с третьих рук. Да мы не против частного хозяйства. Но я брал в деревне молоко только у одной-двух хозяек и сразу из-под коровки. Конечно, дело местных властей пресекать такую торговлю. А наше дело вам объяснить, чем может закончиться желание испить левого молочка. Просто становится больно за тех людей, которые приобретают пищевые продукты на улицах. У случайных людей. И ведь приобретают они не для врага своего, а приобретают-то для себя, для своих родных и близких. Где же заботы о своем здоровье и о здоровье населения? В особом ряду в этой проблеме стоят молоко и молочные продукты. Вообще, эти продукты называются общим словом эпидемиологически важные продукты. Потому что это универсальный продукт не только для питания человека. А он содержит и белки, и жиры, и углеводы, и минеральные соли, и ферменты. Именно в том сбалансированном виде, который обеспечивает наше благополучное существование. Но это универсальная среда и для различного вида микрофлоры. В том числе и той микрофлоры, которая вызывает тяжелейшие заболевания у человека. Ну, первое, это продукт жизнедеятельности сельскохозяйственных животных. То есть, через молоко могут передаваться заболевания, свойственные, общие для человека и для животных. Это и бруцеллез, это и туберкулез, это и сибирская язва. И другие формы заболеваний животных, которые в той или иной мере могут при неправильной обработке этого молока вызвать заболевание у человека. Ну, ладно бы еще покупали сырое молоко в бутылках, что на улице продается. Откуда эти бутылки? Где кто их собрал? Значит, кто их мыл? Каким образом? Тоже, это ничего неизвестно. Налили молоко, значит, и мы это молоко потом, значит, кипятим и пьем. Но можно уничтожить микрофлору, которая там есть. Но, к сожалению, ряд микробов выделяет в продукте очень серьезные и сильные токсины. Это такие микробы, как стафилококки. Причем стафилококк, он может содержаться в молоке коров от рук до ярки. Вот, значит, при признаках мастита у животного. Этот микроб попадает в молоко, значит, накапливается, выделяет там токсин. И при кипячении этот токсин не инактивируется. Он не убивается. Он остается в продукте. И потом вы можете варить кашу, вы можете, значит, варить молочный суп. Но отравление, к сожалению, все равно получите от действия вот этого токсина. Причем вот эти отравления стафилококковые, они очень серьезные, особенно для детей маленьких и для пожилых людей. Как раз тот контингент, для которого и берут чаще всего вот такие молочные продукты. Причем для пожилых людей и для детей раннего возраста это отравление может быть смертельным. Может закончиться летальным исходом. Это правда серьезный вопрос. Но больше всего поражает то, что берут не только сырое молоко вот с таких бутылок, а берут ведь творог, берут сметану, другие кисломолочные продукты. Не зная, кто готовил, где готовил, в каких условиях. И есть ли там вообще вода, чтобы хотя бы руки помыть, не то что оборудование, где готовятся вот эти молочные продукты. То есть, а уже кисломолочный продукт, если взяли, его уже не подвергают тепловой обработке, а кушают просто в натуральном виде, то есть тем самым тоже подвергая опасность свою жизнь и здоровье. Не только свою, но и естественно, и своих родных и близких. Да, даже детям объясняют, что такое кака и что в рот тащить не надо. Дико, когда люди взрослые экспериментируют с собственным здоровьем. И безумие, когда они покупают лотковое молоко, сметану и творог для детей. Мы будем лечить это больное общество, и это наша задача. Магнитогорский молочный комбинат в свое время был безальтернативным поставщиком настоящего молока. И этого было достаточно. При этом население города-то было повыше. Каждый день сегодня автопарк из тягачей и автоцистерн доставляет в город сотню тонн свежего молока, высокого качества. Вот эти автопоезда привозят с хозяйств подготовленное охлажденное молоко, которое проходит обязательную входную сертификацию качества. Здесь проверяется все до мелочей. Но самое главное это то, как машины уходят отсюда в рейс. После слива современные мойки тщательно обрабатывают цистерны. Затем они чистые опечатываются и отправляются в рейс. Кстати, пломбировка важнейший залог того, что с молоком ничего не случится. Как мы обеспечиваем безупречный контроль качества входящего молока? Прежде всего мы осуществляем безупречный входной контроль. Мы сразу принимаем молоко и определяем. Ну, самые основные показатели это плотность, кислотность, жир. Регулярно раз в 10 дней мы проводим редуктазную пробу. Определяем обсемененность молока. Ну и затем обязательно при приемке молока мы его фильтруем, охлаждаем. А потом уже или передаем в дальнейшую переработку, или оставляем на хранение. Я обратил внимание, что вы очень тщательно относитесь к тем емкостям, в которые молоко привозится. То есть молоковоз пришел, что с ним делается? После того, как отобрали пробу, скачали молоко, мы моем освободившуюся молцистерну. У нас для этого есть установка, автоматическая установка для мойки молока, которая называется АВД. И там моющими растворами определенной концентрации, механически мы и производим эту мойку. И затем дезинфицируем эту цистерну. Потом она пломбируется и отправляется назад в хозяйство. По городу Магнитогорску, под мостами, часто мы видим, стоят маленькие газельки такие. Как их-то вообще моют? И моют ли их вообще? Мы к этим газелькам не имеем никакого отношения. После опорожнения к нам они не приезжают, мы их не моем, не обрабатываем, не дезинфицируем. А кто же их моет-то? Это вопрос хозяина, наверное, да? Конечно, это только на их совести. А если цистерночку не помыть, то какое количество каги там остается? Ну, мы не измеряли, но я так думаю, что очень большое, потому что, ну, сами знаете, что такое не помыть кастрюльку. Писали, выступали по телевидению о том, что эта продукция не лучшая. Она правда не лучшая. Она не лучше ни по вкусу, ни по качеству, ни по безопасности. Она правда опасна-то. И тем не менее, почему-то, кем это в голову убито, что эта продукция, значит, более жирная. А чем она более жирная? Ее точно так же, когда делали анализы. Там, во-первых, и разбавленная обратом. И разбавленная, значит, сывороткой. То есть, даже сухие вещества в этом молоке гораздо ниже, чем в молоке на гормолзаводе. Поэтому я просто... Ну, на гормолзаводе молоко не разбавляют. Они его просто пастеризуют. Причем это такая щадящая тепловая обработка, которая не дает, значит, свертываться белку молока. И этот белок молока более лучше усваивается, чем кипяченого молока. А еще здесь любят кушать свою продукцию. Точнее, они обязаны это делать. Речь идет о дегустации. Каждый день здесь проверяется продукция с конвейера. При этом дегустаторы каждый день меняются для независимой оценки. И мне впервые в жизни удалось попробовать всю продукцию, а это почти 30 наименований. И теперь я знаю, что выбрать, потому что с детства неровно дышу к кисломолочке магнитогорского молочного комбината. Это один из немногих молочных производителей, которые для производства кефира используют натуральные кефирные грибки, а не сухую закваску. А это на сегодняшний день уже продукт высокой биологической ценности, потому что молочные грибки, они очень полезны для организма человека. А у других производств делается это все из сухой закваски. Кроме того, значит, много сейчас большой ассортимент биологически ценных продуктов, то есть специальные виды биологических сложных заквасок, которые улучшают проблему пищеварения и как бы ставят обмен веществ на более правильный уровень. Это все биоряженки, биопростокваши, то есть там, где уже идет добавка бифидумбактерий. Причем продукции-то ее ведь многое.